Всем добрый день! Сегодня с вами снова я Елена. И сегодня хочу очень вкусно пожарить свиное ребро. Смотрите, какое оно мясное, аппетитное. Небольшой кусочек. Сейчас я его разрезаю на кусочки и все вам покажу. Я его, конечно, вымыла, протерла бумажным полотенцем. Прям между ребер вот так попадаем. Ой, смотрите, какая красота! Хрящичек. Добавляю немного соли, специи, какие пожелаете к мясу, к шашлыку. Разбиваю одно куриное яйцо и всыпаю крахмал. У меня кукурузный. Ну, ребер у меня здесь 700 грамм. Ну, где-то вот ложки три. И теперь все это делаю массаж нашему мясу. Надо вмешать специи, яйцо и крахмал. Чтоб каждый кусочек со всех сторон был у нас в таком маринаде. Сковорода прогрелась. И теперь укладываем кусочки в масло. Жарим мясо минут 5-7 на одной стороне, на пятерочке. Не сильно огонь делаем. Вот так зарумянили на одной стороне и переворачиваем. Вот такая корочка. Кляр у нас получается замечательный. Запечатываем сок внутри. Крышкой накрывать не будем. Ждем вторую сторону. Где получается, поставьте ребра на ребро, чтобы со всех сторон его тоже запечатать. Вот это я потом переверну, чтобы эту часть тоже запечатать. Со всех сторон зарумянили. И теперь будем доставать. Ах, какая красота! Теперь будем готовить маринад. Сейчас я немножко соберу вверх. Вот это все не нужно. Я сейчас пиалочку соберу. Температуру уменьшаем. И теперь сюда будем добавлять имбирь и чеснок. Я приготовила соевый соус 100 миллилитров и 100 миллилитров воды. То есть берем в равных пропорциях. Если будете брать 150, значит 150 соевый, 150 воды. И добавляю еще сюда сахар. Прям ложки 3-4. Все это хорошо перемешиваем. Как мы готовим соус терияки. И пусть он хорошо у нас начинает кипеть. Соус хорошо кипит. И теперь сюда снова опускаем наши ребра. Закрываю крышкой. И пусть они томятся на одной стороне и на второй минут по 5-7. Ребрышки томятся. Смотрите, насколько это аппетитно. И хочу теперь соус немножко загустеть. Видите, он жидкий. А чтобы загустить, я взяла 2 ложки крахмала. И буду добавлять холодную водичку. Ну, а теперь тонкой стройкой будем вливать для загущения. Хорошо размешать сначала крахмал прям тщательно. По чуть-чуть льем. Пока достаточно. И смотрим густоту. Сейчас начнет у нас он загущаться. Смотрите, как он на глазах начинает густеть. Если не хотите сильно густой, значит остатки не жалко. Значит вылейте просто. Тут трудно угадать. И плюс ваше желание. Погуще, пожиже. Имбирь, чеснок. В общем, аромат просто великолепный. Смотрите, какой соус получается. Янтарный, красивый. Вот так полить каждое ребрышко. Настолько аппетитно. Буквально пару минут и буду выключать. Оставшийся соус я сейчас отдельно соберу. И он мне обязательно пригодится на другие блюда. Вот такие аппетитные ребрышки у нас получились. Поверьте, они просто тают во рту. Я еще чуть-чуть вот так кунжут посыплю. Для яркости, для аромата. Ну и соус у меня еще в запасе. Отвариваем рис и можно обедать. Кому понравился рецепт, обязательно попробуйте. Рекомендую. Всем приятного аппетита. Ну и как обычно, мои любимые. Приходите завтра.